Окончательно и без поворотно приветствую вас друзья, у аппарата Зоди на аппарате The Isle Tide Hotel. Новый детективный квест с видео вставками. Запасайтесь булками, готовьте лимонад друзья, давайте взглянем на эту игру. Игра поддерживает геймпад и играть я буду именно на геймпаде. Также если вы играете в разрешении 4к, то есть на телевизоре большом, либо у вас 4к монитор, вы можете установить бесплатное DLC с 4к видеороликами, но нам оно не нужно, потому что мы играем в Full HD. Итак, новая игра, давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Было непросто осознавать, что вы никогда не встречались, но она была убедительна Выследив вас, я вернулась к ней, но ее уже не было Все, что я нашла среди бардака, это адрес, который я прикладываю Я должна убедиться, что она в порядке Если ваша дочь хотя бы в малейшей степени вам не безразлична, то вы... Тоже, подпись Прайс Частный детектив Ну, вот и он Отель Остров Приливов Так, а почему в игре нельзя никак выключить музыку? Ну, надеюсь, Ютуб не будет никаких присылать нам оповещений Но музыку здесь отключить просто нельзя Играют натуральные песни Я более чем уверен, что мне придется вообще это видео без звука, что ли, потом публиковать на Ютубе Разработчики почему-то как будто специально делают, чтобы не было на Ютубе звука на видео Придется вырезать все, абсолютно Жесть Но если, получается, вы ничего не слышите во время игры То, чтобы вы знали, это значит, что Ютуб пожаловался на музыку и пришлось ее вырезать Значит, разработчики почему-то не беспокоятся о том, чтобы можно было отключить музыку в игре Заставляют ее слушать насильно Расскажите мне об отеле Что можете рассказать об этом отеле? Понятно Так вот, что я тебе скажу Пытаюсь облиться в доверие, чтобы я проговорился Я обещал держать язык с зубами А послушай, если это какая-то проверка, то я на такой не куплюсь Бог знает, что вы там, ребята, затеваете А когда вы разъезжаетесь, вы выглядите еще страннее Так, ну это уже подозрительно Мы просто задали ему вопрос Платить не надо, прошу тебя, выметайся отсюда Какая-то реакция у него прям реально странная Мы спросили его по поводу отеля Он нас вообще выгнал из машины Даже оплату не захотел, просто выгнал нас Тут определенно что-то не то с этим отелем Он еще и сказал, что он не знает, что мы тут затеваем, что мы тут вытворяем в этом отеле Ему вообще плевать, лишь бы только его это не касалось Но это касается дочери нашего персонажа Поэтому выбора у нас нет, мы отправляемся в отель Ну завязка, конечно, любопытная, очень интригует Эй, эм, я... Ладно, забудьте Просто... Ну ладно Как скажешь Здрасте Почему вы так удивились? Эхм, извините Ну позвоним в звоночек Видимо этого от нас и ждут Пока мы не позвоним К нам даже не повернуться Что-то странно Ну ладно Мы позвоним, нам не сложно С возвращением в отель Остров Приливов Но только на финальную ночь Надеюсь, вам удалось насладиться сессией Миссерой Извиняюсь Я принял вас за другого человека Чем я могу вам помочь? Ну, я тут кое-кого ищу, если честно Довольно сложно вести учет всех, кто останавливается в Острове Приливов Могу я поинтересоваться Кого именно? Просто Давнюю знакомую Вы имеете в виду Кого-то определенного? Церемония снятия мерк Скоро начнется Могу я увидеть ваше приглашение, сэр? Так, что же нам выбрать? Я просто не очень понял Подождите, у нас приглашения получается нету, да? Поэтому я сейчас немножко в замешательстве Нам прислали письмо Детектив частный Но приглашения у нас нет Здесь какая-то церемония, что ли? Давайте скажем, что я здесь в качестве гостя Я здесь в качестве гостя Это очень необычно, сэр Дело в том, что у нас в отеле Остров Приливов Никогда не было гостей Могу я узнать имя того, кто пригласил вас этим вечером? Он специально убрал надписи, чтобы мы... Не это самое... Я не помню, честно Не хочу наугад вот это тыкать Я не могу вспомнить Надо было запоминать те имена Это довольно странно, сэр Не знать, кого ищешь Как бы то ни было, найти довольно сложно Особенно, когда не знаешь имени А теперь я попрошу вас выйти Чоп-чоп Вон отсюда Ладно Ладно, хорошо Почему у него волосы синие? Вы заметили? А, да я просто... Что-то какой-то нервный парень Я... Вы не будете заходить или... Предполагаю, что консьерж был не сильно дружелюбен Странным какой-то Иначе вы бы уже были внутри, да? Только если вы еще сомневаетесь, как я Меня зовут Кристофер Что это за отель? Расскажи-ка мне Я... Я не знаю Я бы не сказал, что это отель Большую часть времени он закрыт Он открывается только раз в три года Всего на три ночи Они называют это приливом До меня доходили слухи Нет-нет, а... Я хочу стать тем, кто узнает правду Я никогда не был таким человеком Таким, о котором рассказывают Но мы можем объединиться У меня есть приглашение Я могу вас провести Ну, хорошо Пойдем Это нам как раз поможет Если он нас пригласит Получается, то мы можем с ним пройти Тогда уже нам не помешают По приглашению Значит, он может нас провести Хорошо, пойдем вместе А тебе лучше уйти Это что, значит, забрать приглашение И типа его прогнать? Да вы что? Ну так нельзя Как бы он предложил нам помощь Мы согласимся Хорошо Пойдем Да Пойдем вместе Вы это правда сделаете? Вы пойдете со мной? Конечно Ну что ж Отлично Я только не очень понял, почему он так счастлив в этом Пойдем На что мы подписались? Он почему-то слишком счастлив Узнать, что мы с ним пойдем Что-то я уже подозреваю Что-то не то Кристофер, сладкий мой Ты меня напугал, но лишь на мгновение А я подумала, что тебя с нами не будет Я тут с другом Это он убедил меня Привет Меня зовут Джош Мэлоу Обычно мы не разрешаем приводить гостей Но поскольку вы уговорили моего Кристофера Я не буду тестировать вас Но вам нужно одеться А почему бы тебе не пойти готовиться, мой сладкий? Увидимся там А вы следуйте за мной, быстренько Меня пригласили, что смотришь? Ой А что значит тестировать? Руки вверх, сладкий мой Позвольте мне снять с вас мерки А послушайте, вы хотите участвовать или нет? Нам пора начинать выставку Если вы не хотите А зачем снимать мерки? Зачем вы снимаете мерки? Чтобы понять, подходит ли костюм сладкий мой Дело ведь не в том, что мы носим Главное, как Ключевой аспект в том, что важно для них Всю красоту здесь на устройстве приливов создаю я Чёткое видение Многообразие Чтобы они могли найти суть Но мне нужно другое Я хочу найти своего хамелеона Того, на ком они все будут сидеть идеально Я подготовлю вам ваш костюм Подождите, в баре Я скоро всех позову А теперь на выход, быстренько Ладно Как скажете Да твою же дивизию Тётя, ты чего? Чуть не обделался Красные или золотые? Прошу прощения Вот видишь, ещё один человек, который их не замечает Вы никогда не смотрели вверх во время торжества? Именно поэтому шары должны быть золотыми на этой сессии Но красный традиционный цвет Ты это уже говорила, красный привычный Привычный, чтобы кто-то другой приписывал себе все заслуги Нужно попробовать что-то новое Как вы считаете, дорогой? А пускай будут золотые Давайте Нужно на чью-то сторону, видимо, стать На всякий случай Пускай Золотые, может быть, будут Если никто не замечает То, возможно, стоит попробовать золотые Тут уже есть девушка Возможно, я здесь больше не нужна Просто пережиток Прошлого Чёрт, обидели тётю Не уходи Я не знаю, что делать со всем этим без тебя Ну вот, взяли тётю Обидели А она нас напугала Ой, мы можем выбрать, куда пойти Нам бар, стол, сесть, поговорить с мужчиной С женщиной Давайте с вот этой вот женщиной поговорим Я не знаю, что выбрать Я склоняюсь к белой шнуровке Но она была в прошлый раз И никаких изменений А что не изменилось? О каких изменениях речь У них снова не вышло Номинировать меня Лучшую модель Звучит заманчиво Прям захватывающе Но это не для всех А какие правила? Выбирайте маску А затем на торжестве надеваете то, что вам подходит Побеждает тот, кому наряд подходит лучше всех Вы хотите, чтобы вас номинировали? Но вы никто, если вами не восхищаются Я думаю, глупо сейчас прям сразу расспрашивать Про то, кого мы ищем и так далее Нужно как-то вначале, во-первых, что-то узнать Какую-то информацию получить И, может быть, как-то влиться в общество Если мы просто сейчас будем задавать вопросы Нас отсюда, может быть, даже вышвырнут Это будет очень подозрительно И с чего бы вдруг они резко начали нам отвечать Нужно как-то более аккуратно это сделать Сначала мы просто вот ей подыграем С ней поговорим, к примеру Возможно, она сама что-то нам случайно скажет Слушайте, а вы много знаете Кажется, вы много знаете о том, что здесь происходит Выбирайте внимательно Нет ничего важнее того, как люди видят вас Здесь вы можете быть кем угодно А даже тем, кому вы сами завидуете Но к приливу Полностью забыть, кто вы на самом деле Меня называют Ди Это не мое настоящее имя, вы же понимаете Это просто... Ну, хотя... Какая разница, когда шансы у всех равны? Так ведь? Я предпочитаю знать Испытал на собственной шкуре Меня зовут Джош Красота — это не амбиция Это инструмент Возможно, вас-то не заинтересует, но таких мало Я не хотел, а нет более быстрого способа увидеть свое имя в свете софитов Я пришла сюда, чтобы быть красивой Быть кем-то новым Я никогда не стремилась найти суть, как все остальные Но теперь, кажется, я потеряла свою Это всегда тяжело, но упускать Победу на конкурсе, например Но страсть заставляет идти на все, чтобы получить ее обратно Я ведь права? Давайте подыграем Да, я готов на все, скажем ей Я готов на все Тогда, возможно, вы тот человек, которого я ищу Я бы не смогла просить кого-то номинировать меня на конкурс Но если бы это случилось То вы бы помогли этому человеку ответ Кто знает, насколько благодарна я бы была Вот Мы уже нашли способ получить чью-то помощь Понемножку, поаккуратно Вот мы с ней просто поговорили И теперь, если что, мы ее номинируем Если у нас это получится как-то сделать И в ответ она нам поможет Вот это очень полезно Давайте поговорим с вот этим товарищем Что он там рассматривает такое Этикет ли? Что там написано? Да Привет, я тут подумал, я пытался его предупредить Но их невозможно изменить или обмануть Консьерж служит напоминанием всем нам Один своим взглядом Одним своим взглядом, видимо Опечатки в субтитрах Кроме человека у бара, наверное Я не пытался узнать, почему На этот раз Мне стоит найти ее Она будет искать меня Моя жена Ну вот и поговорили Он сказал интересную фразу Про консьержа Консьерж служит напоминанием Одним своим взглядом Он слепой, как мы поняли Консьерж Возможно, его слепота искусственная? Его за что-то наказали? Первое Присутствие на приливе При посещении прилива Который проходит раз в три года В течение трех ночей Без возможности продления Необходимо соблюдать правильность действий Напоминая о Дасмикт Второе Выбор костюма Во время прилива Должны быть предприняты необходимые меры Для выбора нового костюма После примерки костюм должен быть выбран в ночь прилива И носиться в течение ближайшей сессии Таким образом останавливая Говор Хэнхейт Ребят, это, я так понимаю, на немецком написано, да? Я не знаю, как правильно даже это читать Тем более понятия не имею, как эти слова переводить Поэтому, если кто знает Напишите, пожалуйста, в комментариях Говор Хэнхейт, наверное Третье почитание праздничной ночи Правильная концентрация во время церемонии снятия мерок При мерке и торжественной ночи Является обязательной И прекращает всякую связь с внешним миром Тем самым изгоняя Дасгрет Четвертое Все будут как один Необходимо постоянно поддерживать соответствующие отношения к нашим избранным Им рекомендуется исповедоваться во грехах во время сессии И они будут прощены, если только не нарушат правила Пятое Никто не будет обременен Правильное намерение достигается при отсутствии отвлекающих факторов и желаний Что позволяет сохранять осознанность в течение всей сессии Все члены жюри должны содействовать этому очищению посредством прилива Шестое Сохранение конфиденциальности Правильная речь обеспечит сохранение тайны прилива И ограничит отвлечение от нашей миссии Большое жюри отбирает тех, кто лучше всего подходит для этого путем приглашения Седьмое Соблюдение приличий Правильный образ жизни поощряется между приливами, чтобы защитить костюм Каждый должен быть возвращен в том виде, в котором он был подарен Никогда не обязывая костюм компромиссам, ограничениям или условиям в течение срока Восьмое Поиск сути Правильное представление о жюри и их миссии должно быть в центре внимания прилива Отвлечения должны быть забыты после очищения, что позволит приблизиться к нахождению ядра Девятое Каждый должен следовать правилам и делать то, что должно Любопытно Вау, я дико заинтригован Что тут происходит? Наказание за нарушение правил изгнания Так, ну садиться посидеть нам тут вряд ли надо Давайте посмотрим, что у нас тут Стол Посмотрим Записки Давайте по порядку, что ли Где комната номер четырнадцать написано? Где находится номер четырнадцать? Кстати, подождите, там что-то было, что мы можем посмотреть Смотрите Ага, вот так вот мы подобрали предмет Настольная записка, где находится номер четырнадцать Это мы можем вот так вот Если у нас будет много предметов Это улики, может быть, будут Мы сможем их вспоминать таким образом Хорошо? Давайте посмотрим записку вторую Будь со мной, когда меняется прилив О, ты человек, чей ум пытлив И вместе мы отыщем суть Номер семь Восемь ноль ноль Роузи Ладно Третья Всем, кто считает, что суть — это пол Гости всех полов, добро пожаловать Номер восемнадцать Что тут за жесть происходит? Записка четвертая Для ценителей красивого слога языка Я Джордан Хэмлок Создаю петицию с целью изменения терминологии правил Эрго, найдите меня и оставьте свою подпись Ладно Допустим, так Четыре записки мы посмотрели Пойдем в главный зал давайте Не принимай терпения за его отсутствием Его пунктуальность идеальна А присутствие постоянно Да пребудет с тобой прилив Ну заперто Ладно, тогда в бар пойдем, ну куда же еще? Если там открыто А, и тут музыка Точное время — семнадцать часов Ты понимаешь, что доктором может быть кто угодно Интересно, а он здесь? За эту сессию я не смог приблизиться к пониманию сути Только зря потратил костюм Ну давайте, во-первых, мы посмотрим, допустим, кто у нас тут сидит Просто взглянем А, это мы смотрим на планшете Что она тут рассматривает Она пересматривает, кто это, гости, может быть? Обнаружен предмет из директории Информация по костюмам Джилли Сандерленд, сорок один год Рост, отслужена сессии, статус Замужем биография Управляющая в банке Опыт работы, двадцать один год Специалист по инвестициям Роман с Дарси из бухгалтерии Она кусается, будьте осторожны Соперничает с Эриком Диккенсом С двенадцатого этажа Мужик-козел Второй роман с Дарси закончился Рост, отслужена сессии, статус одинока Биография четыре Я люблю все фильмы, в которых актеры спонтанно начинают петь Могу съесть только три куска пиццы И, наверное, слишком много работаю Пятое Весь последний семестр я искала того самого человека Но безуспешно Интересно, может быть, в одиночестве и есть суть? Миссис Харкнесс, пятьдесят два года Рост, отслужена сессии, десять Биография Здесь, это получается, видимо, сессия десятая Влюблена в мистера Харкнесс На этой сессии мы снова поменяемся супружескими ролями Как и каждый раз С нетерпением жду возможности снова надеть брюки Этот костюм хорошо держит себя в руках Позволяя выпить много бокалов вина И не почувствовать последствий Но учтите, что друзья могут быть любопытными Внимательно изучите документы о дружбе Они могут заподросить неладное Что? Почему у меня сейчас такое ощущение, что под костюмом Под костюмом Они имеют в виду не одежду, а вообще как бы человеческую Личность, что ли, человека самого Как будто души переселять Вам так не показалось, ребята, вот после прочтения вот этого вот? Слушайте, как интригует Мисс Бизли, 78 лет И посмотрите на ее фотографию Это внизу справа у нас Это не так, которая в начале игры Напала как раз таки на девочку 15 сессий Статус вдова 15, нет прогресса на этой сессии Специальное задание доктора Анистон Потребуется смена адреса В настоящее время проживает в съемной квартире в центре Лондона По-прежнему очень активно и подвижно Семьи нет Отлично подходит для тех, кто хочет обосноваться на одну сессию Как странно Вот это ж она, нет Давайте, может быть, поговорим с товарищем Он здесь отдыхает, расслабляется Даже слишком расслабился, как мы видим Джереми Твой ход, Пол Здрасте Вы не Пол Ладно, будешь Полом Прости меня Скоро, скоро я стану проблемой для другого жалкого ублюдка Ой, шахматы Что там, кто там как ходит в шахматах Ладьяна, куда ходит Если ее не убрать, то ее, по идее, черная пешка побьет Вот это, 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 слон, ферзь или кто это Как, как он ходит Это ж тот, который ходит наискосок, да Мы этим ничего полезного не сделаем, между прочим Королевой Да мы тоже ничего полезного, по идее, не сделаем Давайте мы Ладьей походим, что ли Я не знаю, ребята, я в шахматы Плохо очень умею играть Я в них играл последний раз Не знаю, когда, в детстве, когда там, может быть, играл Не помню Только помню, как ходят фигуры Вроде бы И все Что мы можем Мы можем забрать короля Ну, давайте заберем короля Шах сделаем Я думал, мы продолжим с ним разговаривать Может быть, что-то он нам выдаст Но нет, он уже, он все Давайте С барменом, может быть, пообщаемся Или с кем-то еще Кто здесь Джордан Хэмлок Не сомневаюсь, что вы пришли сюда, чтобы поведаться со мной Да, меня зовут Джордан Хэмлок Не удивлен, что вы слышали обо мне Стретки не умолкают А видите ли На этой сессии я провел больше времени в одиночестве И начал рассуждать над термином сессия Звучит ужасно Эрго Я ослабил петицию для большого жюри С целью изменения терминологии А что вы думаете о слове «период»? Хочешь, чтобы мы подписали? Но если мы подпишем Мы, может быть, сделаем ему одолжение Он в ответ нам поможет А давайте вначале спросим Его Итак, как прошел ваш период? А, я знал, что могу рассчитывать на вас Вы напоминаете мне меня До того, как я надел на себя это Действия говорят громче слов Как говорится Да, точно А это большое жюри Это они выбирают тех, кто сюда попадет, не так ли? Только по приглашениям О, они хвастаются своей инклюзивностью Но главная цель этих правил Как бы удержать подальше тех Кого они не хотят видеть Но что, если мы проведем слушание Во время снятия мерок перед всей паствой Они будут обязаны ее рассмотреть Без преимущества состязательности Но они не обязаны меня слушать Существуют правила, которые пересекают И такое тоже Хм Мы можем либо поддержать, что правила нарушать нельзя Либо наоборот сказать ему, что правила можно нарушать Какое его отношение к правилам? Вот сейчас не очень понятно Вроде как он хочет Очень сильно хочет, чтобы Выслушали его Но точно так же он все-таки переживает за правила Что их нельзя нарушить Может все-таки давайте намекнем ему, что правила можно нарушать И он в итоге все-таки что-то там учудит Давайте как-то аккуратненько это скажем Правила можно нарушать Если бы Хотя Как американская демократия Услуга за услугу Помогите мне, если можете попросить о чем-то меня Ясно В смысле Я вам это гарантирую Все, что угодно Доброго дня, сладкие мои Снятие мерок вот-вот начнется Поэтому прошу вас взять ваши костюмы Маски И следовать за мной Быстренько Большое жюри ждет Мы идем, видимо, в номер Нам выделили какой-то номер Где будет наш костюм Но мы его не знаем А нам не говорили номер? Слушайте, подождите, я не помню Номер 4 Подождите, у нас здесь А, я не могу сейчас открыть вот это меню Или могу Директория А, вот так вот Материалы Письмо с описанием цели То есть мы можем все это Услушать И мы можем перечитать Если мы что-то забыли Пропустили Отлично Отлично Приглашение Отель Остров Приливов Простит и требует от имени доктора Анистон Всех, кого это может касаться Разрешить предъявителю пожизненный доступ Мы только что поговорили с товарищем Можем в номер 18 сходить В номер 4 поискать 14, стоп Не 4, а 14 Поискать может быть история Вы убедили куратора, что вы подходите для этого А, это временная шкала, ребята Смотрите, разные есть варианты событий То есть мы можем игру перепроходить много раз С разными вариантами событий Вот сейчас у нас вариант событий Вот такой вот Что вы убедили куратора Что вы подходите для того Чтобы познакомиться с отелем Так Здесь что у нас Непонятно Или это еще будут следующие Скажем так Только Ой-ой-ой Сколько тут вариантов разных Будет Шахматы Пока непонятно Это, наверное, потом Все это будет открываться Еще объекты Визитная карточка Это Выпала там Где Девочку Бабулька там Напала на девочку И выпала у нее Ну вот эта визитка Это координаты, видимо, отеля Больше пока ничего Тут нет Хорошо Тогда мы Давайте сходим В какой номер мы не можем Здесь ни в 18-й, ни в 14-й сходить Никуда Мы не можем Давайте сходим В номер 4-й, к примеру Нет, ресепшионист Не надо Не надо там написано Что это ресепшионист Туда не надо Нам нужен другой А я же не знаю Какой наш номер Куда нам надо Ну, номер 5-й Давайте Будем проверять все Я не знаю Там, по идее Должен нас ждать костюм И мне не терпится узнать Что значит костюм Ой Извините Я Мне стоило хотя бы Сделать вид Что я знала О вашем визите Сядьте Если вас радуют перспективы Давайте послушаем Это гадалка Я тоже была скептически настроена Но после 212 предсказаний Моя конверсия значительно повысилась За время сессии Я начала возвращать вложенное Только после того, как решила поверить Королева Трев хочет показать себя Вы что-то ищете Или кого-то Нас неопределенно стоит поговорить Девушку И даже если вы не верите Есть 78 карт И бесконечное число комбинаций Кто скажет, что вы не должны были Видеть эту последовательность Я еще не закончила раздачу Так что Выбирайте карту И давайте посмотрим Средняя Интересно К концу этой ночи Вам придется сделать выбор Как сделать правильный выбор Правильный выбор тот Который, как вам кажется Будет наиболее выгоден для вас Там что-то говорится о девушке? Хотя бы что-то Спасибо Может быть это подсказка? Выбор, который выгоден для нас Ты куда? Твою ж дивизию! Ты что делаешь? Вы меня не знаете Но вас нашла я Это я написала то письмо Я Прайс Вы Прайс? Я чуть не обделался, Прайс А что ваши дали? А да твою ж дивизию, Прайс Ты что, больная? Я поспорила с собой на бутылку Булл Смит, что вы не придете С собой? Слышала, что вы никогда не появлялись И люди не меняются Так что была уверена, что Выиграю этот спор Но за такими нужен глаз да глаз Так, почему вы здесь? Ради Алеонор А что, родительские чувства разыграли, если вы хотите верстать? Послушай, я же здесь Какая разница? А зачем тогда ты написала письмо? На случай, если со мной что-то случится Чтобы хоть кто-то знал, где она Что это за место? Во-первых Что это за место? У них твоя дочь Мне было бы этого достаточно Я спрашивала до того, как попасть сюда Но все как воды в рот набрали Даже местные Даже за деньги Что бы тут ни происходило, это пугает людей Либо это преданность, которую я никогда не видела раньше Либо Тебе от кого далеко Я думаю, это страх Он же руками решил прикрыться, чтобы еще раз не получить А гости собираются внизу в этом Я найду себе Пойду вниз и узнаю, у кого она Но если ты не придешь, я не удивлюсь Думаю, что она тоже Видимо, с дочерью отношения у нашего персонажа Сильно натянутые, скажем так А можно нам что-нибудь другое одеть? А то в этом платьице мы не очень смотримся А где работает твоя? А бухгалтер? А сколько это? А в Лондоне? Дорога, сущий кошмар Хочу обосноваться поближе к следующей сессии А ты сильно потеешь? Я вновь обрела уважение Представляете, я не разу не получил повышение Чертва кучка придурков Я же тебе говорил А ты говорила, что я ною Надеюсь, ты чему-то научилась Да, это никогда не происходит Всегда постоянно на что-то смотрят Вот сюда Это чертовски отталкивает Ой, извините Как вам мои волосы? Мне цвет нравится, но все говорят, что это чересчур Я думаю, что они просто зануды Может, мне тоже стоит попробовать? Занудство может быть веселым Коричневый Да что, не надо Классные волосы Вот вы где Я вас искала Конкурс Сюда Сейчас идет номинирование Да, нам же ее номинировать нужно Я пойдем Сладкие мои Последняя возможность Попать в тело Для номинации На кормкурс На ком сидит лучше Уже есть финальные номинанты? Вы говорили, что готовы на все Номинируйте меня Я отплачу тем же Мы же договаривались Не так ли? Да-да Я не знаю, как номинировать надо Она Договори Замечательный Пальцем ткнул просто Поздравляю, сладкая моя Слушай, ты молодец Ткнул пальцем Она Скажите, как я могу Конночь Имя? Мое имя? Ну да, сладкая моя Я думала, что вы можете взять его имя Это должно быть имя участника А как возможно иначе? Инициалы? Мне нужно твое имя, сладкая моя Но этого нет в правилах Нет, это требование Которое очень важно Церемония скоро начнется Если вы не назовете своего имени Я не помню Ладно, напишу Ди Но только пока Нам понадобится полное имя А что если я не вспомню? Ты не сможешь выиграть без имени на табличке, сладкая моя Возможно, кто-то сможет тебе помочь Что-то подождите А теперь все сели по своим местам Быстренько Большой жюри уже близко Она прям боится Страшно боится свое имя назвать Почему-то То ли она кто-то важный человек То ли В чем-то замешанно Но имя свое назвать она очень боится Вы меня не знаете, но я нашла вас Заметила вас за версту Хватит трястись, как осиновый лист Предполагаю, что ваш круг знакомых не похож на тех, кто собрался откуда Их много Не согласна с их выбором нарядов, однако Да что с вами? Просто нервничаю Мы найдем ее Поэтому и волнуюсь Я не знаю, как объяснить ей, где я был все эти годы Виноград не растет на терновнике Смоквы не собираюсь чертополоха Ибо они не переносят плода Плоды покрыты кожурой для защиты Но на наших вечерах это не так Как и у океана есть только один вкус Вкус соли Так же и этот прилив Имеет вкус жизни Чтобы добраться до плода Нужно снять кожуру Верующий одновременно праведник и грешник Каптивис Экс Ностра Фабрика Добрый вечер, паства Радостно видеть наши тела Надеюсь, всем удалось насладиться сессии Если вы новичок Или хотели бы освежить в памяти Девять глав правил Вы можете найти их в ваших номерах Или на стойке информации в лобби А теперь я с радостью Представляю вам Большое Жюри Мы те, кем сами считаем себя Слава доктору Анистон Основательнице прилива Искателю сути Слава 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 Друг друга Теперь следует примерка Привезти новую паству Назовите свое имя Кристофер Кристофер Назовите свое имя И мы изменим его Дайте нам свой костюм И мы поменяем его Там, где все отдается и меняется Неизменно остается только суть И цель в сути Я передумал Извините Я не хочу этого делать Меня Меня вынудили Нет, 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 нет Нет, нет Что происходит? Вообще, что за жизнь? Пока мы не начали А кто-либо желает покаяться В содеянном за время прошлой сессии На прошлой сессии Я притворялся священником Мне было тяжело Я каюсь, что я Я начал пить И я Сделал татуировку В порядку Правило седьмое было нарушено Чтобы привить хорошие манеры Ваш выбор костюмов На предстоящей сессии Будет сокращен вдвое Простите меня Вы уже прощены Я совершила преступление За которое на прошлой сессии Арестовали номер 37 В порядку Правило четыре Было нарушено Чтобы привить хорошие манеры Ваш костюм будет выбран за вас Вы уже прощены Я тоже хочу покаяться Слуги, которые вы слышали о молодой девушке Правда Она была выбрана доктором Анистон С собственной персоной Для этого изменения правил Она будет представлена всем На праздновании этим вечером Это слушание будет для всех До этого времени Все мы Должны пройти процедуры Снятия мерок и примерки Слушайте, они как будто реально тела меняют Переселяются Переселяют души Слушай, вставай Да не сиди ты тут как дурак Все ушли Кому тут остались сидеть Найти Ди Нам нужно поговорить с Ди, может быть Или Джордану помочь Попрутаться Давайте попробуем Джордану помочь Соответственно, эрго Я сформировал петицию, чтобы Заменить слово Сессия Вы уверены, что делает это из любви к языку, Джордан? Я не это имел ввиду Ну, я Я здесь представляю пасту у таких, как этот человек Который подписал нашу петицию И считают важным, что одно слово Я не помню, когда мы встречались Сотрудники на вешалке, наставники Или не прошедшие тестирование в острове Приливов Или на церемонии За исключением случая, когда новое паство проходит Входное тестирование Эрго Что позволяет ему Или ей Получить все права, установленные правилами Если он пройдет Вы забыли упомянуть, что вы не были предложены Однако Если вы сделаете это для меня Я окажу вам услугу Мне нужна Леонор Малоун Леонор Понял Понял Помогите мне с этим Я помогу вам Думайте, как они Угу Начнем? Конечно Я готов начать тест Нам нужно подыгрывать им, да? Поиграем в ихнюю игру Левая рука Рада приветствовать вас Первый вопрос Вы боитесь умереть? Не совсем Не совсем Кем был основан прилив? Доктор Анистон Наверное Основатель прилива и искатель сути Я говорил с Ди на днях О том, что самое важное в приливе Она считает, что это костюм Она считает, что это костюм А что вы скажете? Изменения Изменения Вот что важнее О таком я подумать не мог Сколько членов присутствовали на первом приливе? Ой, вот этого я не знаю Шесть членов Эмм Пускай будет шесть Шесть Если бы вы могли испытать все, что может предложить этот мир Но в теле другого человека Вы бы согласились? Да Я думаю, они это хотят услышать Без вопросов Какая слепая амбиция Достойна одобрения Но здесь мы стимулируем на большие Собственные мысли На каждой сессии мы устраняем все, что мешает Амбиции Оставляя лишь немного от того, кем вы были раньше А то, что остается Было у вас всегда Наша истинная цель Значение жизни Да, да, но он прошел Наша новая паства Эрго Выслушайте мое обращение На этой сессии вы больше не можете делать обращение от Джордана Хэмлок По причине того, что паства может делать только одно обращение за время сессии А мы уже выслушивали ваше обращение от имени вашей жены Невыносимо Которое было отклонено Что ж, тогда обращение запрошу я Ваше право Номер 56 Вам все равно понадобятся подписи 68,8% от общего Числа всей паства Все слушания по вопросам правил должны быть подписаны нотариусом до начала торжества А оно будет уже сегодня Удачи Эй, что они говорили про вашу жену? Милейшая женщина Постоянно возмущается Найди ей золотой саморудок Так она начнет жаловаться, что серебро подходит ей больше Тем не менее, она мне досаждает И они не разрешили ей присоединиться Что она сделала? Ничего В том-то и дело Я готов на все, чтобы быть с ней Даже чтобы доказать, что они не всегда правы Да Эрго Помогите мне с этим Я найду Элеонор Малон Для вас Отнесите это к нотариусу и подпишите Он хитрый, малый, а времени у нас немного А где я могу найти его? Я собираюсь сделать революцию Я не привык к визитам Взгляните на карту застройкой регистрации А я поставлю остальные необходимые подписи Вам на это хватит времени? Это не слишком интересное предложение Вы натолкнули меня на мысль Приходите ко мне в бар, когда закончите Нам нужно к нотариусу, потом в бар Вы подписали мою петицию? Она касается всего лишь одного слова Так, зачем ты снял? А можно уже снимать? Еще ж неизвестно Разрешено ли уже это делать? Так, ребята Меня интересует Один вопрос Игра как-то сохраняется или нет? Прям очень интересует Потому что здесь я уже планирую прерваться Игра, я так понимаю, наверное Все-таки довольно длинная Потому что здесь должно быть три ночи У нас еще первая не началась даже ночь Но уже хочу прерваться и подвести итоги Если игра прям сохранится Все будет отлично Может быть мы с вами полностью ее пройдем Будет зависеть от того Как ютуб отреагирует на музыку в этой игре Не придется ли мне здесь вырезать Очень много кусков из дорожки Посмотрим, что я могу сказать сейчас Я прям очень заинтригован Очень заинтригован Это прям невероятно интересно Актерская игра здесь прекрасная Я вообще даже не знаю На что здесь можно пожаловаться Все прекрасно Единственное только вопрос с сохранениями Мне не помешало бы какую-то иконку видеть Что игра сохранена Допустим, или кнопочку Вот здесь вот сохранить игру Или может быть подсказку Что вот при выходе из игры она сохранится Потому что я вот не знаю Вот сейчас я допустим выйду из игры И что? Я надеюсь не придется Если что потом заново ее начинать Но кроме этого в игре вот вообще Все отлично Прям очень интересный сюжет Отличная игра актеров Все просто прекрасно Играть удобно Отлично А вот только еще, кстати, музыку Не хватает кнопки Отключения полностью музыки На всякий пожарный А так все отлично, ребята Мне очень любопытно Очень интригует Надеюсь, ребята, вам тоже нравится Спасибо вам большое за просмотр Не забывайте подписываться на канал И ставить пальцы вверх А как обычно С вами был Зоди Удачи, друзья Встретимся в новых Замечательных прохождениях Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok